добрый день мишевальный youtube меня зовут тамара и в сегодняшнем видео поговорим о готовых работах да давно у меня не было готовых работ в последнем видео я показала подбор материалов показала покупки и так далее но пришло время как бы отчитываться так что в сегодняшнем видео я покажу готовую работу мере 15 от джаз нам и первую игрушечку от лети стич так что приятного просмотра хочу показать какие продвижения у меня есть по этой работе по мере 15 от джаз нам вышла я 10 квадратиков это получается больше чем половина две трети работы то есть все что нужно было вышивать на сыром и льне с люрексом я уже вышла все 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 как бы крестики бак стич бисер их можно даже собирать вместе потому что это получается что будет верхушка и дно хотя ее можно наверное перевернуть хотела показать что здесь есть потому что мне безумно понравилось все если сказать про как бы вышивку все как обычно у джаз нам те которые вышивают знает что ничего сложного здесь нет просто просто все здесь обычно кропотливо крестик в две нити это три четверти крестика немножко бэкстича частая смена нити то есть одиночки или два-три крестика и нужно ниточку как бы уже менять все как обычно и уже этот бэкстич по периметру когда тоже я сделала чтобы он был и уже сказала что бисер тоже пришила что мне было интересно что здесь есть элементы которые повторяются то есть есть и в линии который с как бы этот красный красный вишневый лен там тоже есть элементы которые повторяются вот здесь например есть такой элемент я не знаю что это наверное эти рождественские карамельки то есть они повторяются они абсолютно идентичны потому что сначала знаете это внимательно смотрела потому что у джаз нам есть такое что тебе кажется что это одно и то же но можно легко ошибаться потому что это не одно и то же но здесь вот именно одно и то же получается мне почему-то тяжелее вышивается на не с люрексом чем на обычном не я не знаю с чем это связано то есть или он с люрексом не мой любимый потом есть здесь это не абсолютно идентичный но та же тема вот это санта получается чу сантас клиника этого клиника 002 хайластер довольно много нужно его нужно и в крестиках его нужно и в бокс и чем потом есть здесь такая сладкая парочка интересная ginger boy ginger girl пряничные мальчики пряничная девочка но я думаю что понятно кто есть кто это мальчик это девочка тоже классные такие и есть такие знаете одиночные сюжеты такой снеговичок с двумя звездочками с и да и кстати про бэкстич я кое-где поменяла например вот здесь и руки снеговика было написано чтобы сделать вообще там было написано что бэкстич должен был быть сделан только в одну ниточку но где мне показалось что его не так хорошо видно я сделала в две нити например вот рот снеговика я сделала в две нити его руки я сделала в две нити что еще здесь например вот на этот пряничные мальчик и девочку вот это глазурь типа белая сделала в одну нитку как было написано но зато рот сделала в две нити то есть уже смотрела по вы можете знаете делать в одну нить смотрите если вам это нравится если тот бэкстич не пропадают то есть эти глазки и маленькие детальки видны то можете ставить так если вам не нравится проходите еще раз или два по этой ниткой вас будет бэкстич был лучше вот такой классный ангелочек обожаю лицо вышивается аппетитом то есть крестиком в одну нитку через одно переплетение но это кашель как бы не такой маленький каунт очень классный очень понравилось вышивать ангелочка мне кажется вот ангелочек боль самый такой кропотливый из первых этих первые до десятка потому что лицо вышивается аппетитом довольно много цветов довольно много бэкстича как бы волосы и так далее вот почему-то мне показалось что самый кропотливый это ангелочек оленята классные очень быстро вышивались такие классные и вот у этого есть красный нос а у этого нет потому что это рудольф оказывается и вот такая еще рождественская птичка и здесь снежинка что еще хотела сказать вот этого бисера в полоску который красный белый с красными полосками этого бисера нужно довольно много и этого бисера нужно вот только для этих 10 квадратиков получается по 12 бисеринок для каждого квадратика 120 примерно могу сказать сколько сколько нужно потому что здесь не используется тот бисер который с красными и зеленым полосками он будет использоваться в этом винном льне а этот вот здесь поэтому более-менее могу сказать как какой расход есть и все буду вышивать еще тех 5 которые остались и покажу и будет уже сборка такого классного проекта все последние пять квадратиков вышиты так что можно приступать к сборке перед перед сборкой я хотела показать что у меня получилось то есть здесь эти пять квадратиков вышиваются довольно быстренько легко потому что они повторяются но в то же время знаете темная конва например я на темной конве вышиваю медленнее и еще качество вот это ком это война я не вышивала никогда на гейме ввиду я не вышивала на перемене тот который ленточный ленточный перемен так себе все равно свой город лучше как бы этом лично мое мнение и так что у нас здесь есть у нас есть две елочки они абсолютно идентичные кстати вот очень красивые вот у них такая бишь верхушка с из золотого бисера игрушки крейник здесь есть очень много бакстичек крейником и две снежинки или звездочки по бокам вот они и еще есть три снежинки они могут казаться что они одинаковые но они все три разные то я имею ввиду вот эти элементы здесь они все разные получается но они очень очень классные то есть мне по крайней мере очень нравятся и если говорить про материалов здесь в последняя треть работы здесь этот полосатый бисер как бы черным с красными полосками и его здесь вообще не надо использовать кстати вот я хотела показать бисер номер одиннадцать брала в магазине бедный story.com вот 4 долларов 50 здесь 20 грамм посмотрите сколько осталось еще в органайзере есть немножко здесь нужен вот этот бисер который в красную и зеленую полоску но смотрите этого бисера здесь нужно очень-очень мало то есть в каждом квадратики по 4 бисеринки то есть их 5 нужно 20 бисеринок если вы не хотите тратиться на отдельном пакетике вот этого бисера спокойно вы можете заменить его просто белым бисером вообще если вы хотите в этой работе вот и этот и этот бисер просто у меня был такой бзик как бы этот полосатый бисер вы спокойно можете менять на белый но смотрите не берите этот перламутровый белый что был такой не глянцевый белый тогда будет будет лучше что еще хотела сказать вот про потому что я выкладывала эти фотографии квадратиков в инстаграме мне там писали что типа быстро двигаюсь быстро вышиваю на самом деле я бы не сказала что быстро просто вы знаете вот если взять среднюю скорость потому что я вышивала в принципе как бы это было мое главное мой главный проект моя главная работа то есть вышивать один квадратик в день вышивальный день со всем 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 как бы бэкстич бисер это реально нормально вышивать два квадратика это уже нужно постараться если они тяжелые у меня я смогла вышивать в один день двух сант то тогда я помню что тогда я вышивала интенсивнее и мой максимум как бы рекорд это были вот эти три снежинки они были вышли тоже в один вышивальный день как бы но их легче вышивать потому что здесь вот этот узор он просто белые крестики здесь нет ничего сложного и вот это мой максимум что я могла вышивать но если у вас есть много вышивального времени то конечно можно выживать и и быстро и быстрее как бы но кропотливо все равно час нам это кропотливая работа как как никак не бери про материалов быстренько скажу то есть про бисер я уже сказала что у меня вот этот золотой бисер у меня были остатки мне было достаточно я использовала магнифику этот вишневый бисер где-то пол пачки ушло то есть его так хорошенько нужно то есть если у вас есть не только несколько бисеринок и остатков то тогда смотрите не знаю если будет достаточно уже сказала что этот красный полосатый 120 бисеринок нужно и вот этот красно-зеленый полосатый нужны вам 20 бисеринок и все ниточки демси конечно я не знаю сколько использовала потому что у меня матки еленовый или начатый я уже не могу это считать клиник 002 хайластер где-то половина уходит вы знаете его нужно в очень много в бокс тичи и крестики есть и есть вот этим клиникам то есть клиника вот этого нужно довольно много и ниточки в их заворок за сюрприз сюрприз вот ниточка обыкновенная да у меня ушло все кроме вот это вот эта заправка на одной иголочке я конечно выброшу но хотела вам показать мне кажется и где-то ошиблась несколько крестиков и распорола то есть было бы на несколько сантиметров побольше но все и кстати я считаю себя экономной вышивальщицей то есть я считаю что я вышиваю экономно этой нитки нужно было в где 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 в крестиках по вот эти этому периметру вот внутри где сюжетик их вот этой нитки не нужно было она по периметру использовалась и моя перле номер восемь которую я так искала я вышивала ее нужно уже сказала нужно вышивать вот этот бэк стич по периметру и этой ниткой нужно собирать и без корнюшку и вот это не вот она у меня закончилась то то есть она была она мне было достаточно чтобы вышивать тетелька в тютельку этот бэк стич то есть для того чтобы собирать и уже как бы месяц сшивать эти квадратики у меня нету это ниточки на наверно нужны два матка но дело в том что когда я распечатала или у меня не было той или я в нем не внимательно читала или у меня нету потому это и этого листка потому что час нам бывает иногда что листок который виден из пакетика там есть и и сколько нужно нужно мотков если нужно больше чем один а внутри где уже там есть и символ и как бы с того листа вы вышиваете они могут и не написать так что наверное нужно два если вам принципиально вот вышивать этим номер восемь перлен номер восемь от xd works берите 2 1 не будет достаточно я уже сказала что я вышиваю экономии что я буду делать смотря на то что у меня закончилась нитка ничего я просто буду брать вот этот восемьсот пятнадцатый который использовался в этой работе для всех крестиков этих вишневых крестиков которые внутри сюжетика и которые самые близкие подходящий номер вот к этому xd works garnet просто у xd works а есть и немного знаете переход ну они очень-очень такие не небольшие поэтому я не буду если бы нашла этот гарнет здесь я бы купила потому что мне не как бы не жалко денег еще купить и сделать эту сборку но я уже сказала что это ниточка не продается во всех магазинах и там где она типа ее продают ее нету в наличии вот здесь нету в наличии я как бы не буду заказывать сша ждать и так далее потому что я буду я буду собирать с тем чем есть то есть я буду использовать 815 и вообще хотела сказать что если вы не хотите заморачиваться и купить этот у xd works свободно можете использовать 815 цвет только купить себе минимум два матка потому что его будет нужно много так что я не думаю что я буду как бы пришивать все это в две нитки я всегда пришиваю вот эти приклонушки в две нити и я не думаю что будет так критично что это не будет именно этот у xd works этот шов так что посмотрим что у меня получится и ура ура для тех кто верил и ждал да я сделала это я бы сказала что мечта осуществилась да это маленькая мечта да это вышивальная мечта но все равно как бы я год мечтала что я увижу эту без корнюшку в своих руках вот как все это у меня получилось я ее собрала сделала сборку хочу сказать что вот этой такой формы без корню я собрала и как первый раз и мне показалось что она более кропотливая в сборке чем другие работа от час на я не вышивала все как бы я не сделала сборку всех этих прикладушек от час на но вот до сих пор тут то что я делала мне показалось что это занимает больше всего времени потому что вы вышиваете как бы 15 квадратиков вы вырезаете их а потом вы сшиваете все все абсолютно вместе поэтому мне заняло довольно много времени и кстати хотела сказать постарайтесь чтобы бисер был очень хорошо прикреплен потому что здесь бисера ну очень много так получается вот так очень много бисера вы его трогать вот прямо он есть и здесь она как бы на двух сторонах сторонах и здесь очень много бисера поэтому прикрепить его очень очень хорошо потому что вы будете трогать как бы вы будете вот так и и ставить так и и ставить чтобы у вас бисер не вылетел это очень важно кстати что еще хотела сказать да вот при сборке если вы помните я сказала что та нитка 8 8 номера перле от xd works и у меня как бы она этот бэкстич был выше того для сборки как бы мне не было достаточно так вот когда я сделала сборку кстати вот то что здесь было вышито ниткой перле номер 8 я прямо оценила потому что было очень легко как бы захватить эти эту ниточку я думаю что как бы час нам могла свободно взять и какой-то перле от этого в как его демси потому что демси тоже есть но она хотела так знаете и вот здесь где все выше то ведь я сказала что не будет заметно что я вышла как бы dmc 815 и не использовала этот в xd works как бы переходов совсем не видно совсем не видно слова совсем и знаете что самое интересное несмотря на то что здесь 10 квадратиков вот на таком сыром льне и только 5 на вишневом она выглядит очень так в вишневом цвете больше наверное потому что много этих элементов вышли вот с красной вишневый и она большая она реально большая и красивая вот мне очень нравится что как бы видно что здесь есть работа я набила ее очень хорошо потому что мне показалось что по-другому она у нее не будет формы все равно она стягивается вот как вы можете видеть она стягивается но если будете смотреть превью по-другому такая форма без корню как бы невозможно по крайней мере мне так показалось что вот я старалась идеально вот набить вот эти кончики но все равно как бы настягивается поэтому если вы смотрите мой инстаграм кстати в инстаграме по мере того как я вышивала вот все эти сюжетики я выкладывала потому что я уже знала из превью что вот здесь когда они вышиты их не так не так как бы с классным прикольно прикольно видно поэтому я сразу как бы сделала себе фото чтобы чтобы было и вот но я показала кого показала и первые 10 показала эти 5 сейчас только вот так при сборке за кстати вот как их расположить там описано там есть и фотография у меня распечатка была черно-белая короче я не стала смотреть в другие ресурсы и так далее тем чем я как бы руководилась это было превью вот цветное превью в хорошем качестве оригинального набора вот своем ай пэде и я просто смотрела там очень хорошо видно что к чему я просто вот с того превью я и прикладывала вот первый второй третий и так далее потому что им конечно можно по-своему конечно можно по-своему но важно чтобы вот один такой элемент был на одной стороне вот и другой был на другой стороне тоже то есть вы не будете использовать вот такие два так ну хотя если вам нравится мешает еще вот этот джинджер бой на одном как бы будет джинджер галл будет где она вот на другом получается один санта здесь один санта здесь что-то в этом роде здесь елочки тоже очень классный тел очкин прям прям очень классный и здесь получается что елочка тоже не рядом они как бы одна елочка другая елочка и две снежинки не получается вот рядом и здесь да вот мой этот это пуговка от сваровский для тех кто не помнит вот я использовала вот такие пуговки они 14 миллиметров бургунди цвет называется нравится очень нравится как бы то что я не выбрала что-то золотой выбрала вот этот бургунди мне кажется что он идеально как бы эти пуговки идеально здесь вписывается единственное но чем я не довольна но я как бы не могу это менять и не хочу когда я стягивала вот этот центр да она была такая толстая такая набитая долго искала иголочку очень толстую длинную наконец-то нашла я стягивал этот центр как бы я пришила эти пуговки но эти пуговки не вошли идеально в центр то есть если вы будете внимательно внимательно смотреть что получается что вот здесь эти красные бисеринки прямо рядом а здесь есть два или три миллиметра здесь но но не буду не буду потому что это так такая мелочь и в этом я не буду перфекционисткой просто не буду и вот и все вот сейчас будет тот момент которого я ждала год да вы наверное поняли что будет вот это знаете здесь так интересно играться потому что этих пинов можно на эту сторону можно на эту сторону но я буду на это потому что вот к ангелочку будут ангелочек к птичке будет птичка в этом роте каким кармелькам будет что будет у нас будет эта звездочка вот она не знаю если вы видите это показывая и к джинджермен пусть будет этот оленяшка очень удобно здесь и вот здесь касаньте пусть будет снежинка вот 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 и вот вот прям прям радует глаз да я очень ждала этого скажу честно что год назад когда я купила этих пинов я подумала мечтала но вот реально я не думала что я найду все все и как бы я я вышью я оформлю ее очень красивая ну прям очень нравится я знаю что многие понимают ну ну прям очень нравится и очень очень красивая и да кстати когда я искала и изначально вот все эти превьюшки и так далее я нашла что как бы джазна на формула из некоторых этих квадратиков в кубики сделали некий такой орнамент тоже для christmas я постараюсь вставить фото и там вот эти вышитые квадрате вышитые вот эти квадратики когда оформляешь в кубик их очень хорошо и классно видно поэтому в будущем не знаю если это будет следующий год или через год я думаю что буду выбирать потому что там нужно выбирать только три этих вишневых квадратиков и 9 если не ошибаюсь вот таких поэтому как бы схема у меня есть материалов слава богу есть и я буду думать и о таком орнаменте потому что например нравится нравится сюжет нравится цвета нравится все и там будет видно знаете очень хорошо все эти квадратики так что может быть в будущем будет и тот тот орнамент вот очень очень рада это была самая большая хачушка этой зимы так что она у меня есть и в то время как я вышивала квадратики на без корнюшку от джаз нам мире 15 я начала и этот набор я начала игрушки атлети стич потому что я сказала что это входит в мои рождественские планы и потому что они маленькие они игрушечки я хотела знаете параллельно отвлекать себя от основы с люрексом от этой вишневой основы и я вышла первую игрушку хочу показать ее и хочу поделиться как бы своим опытом потому что наборы новый только что вышел отшива в пока что мало но будут потому что потому что из того что я видела в интернете на инстаграме вышиваем инстаграме и между youtube и instagram наборчик обещает быть хитом потому что очень многим вышивальщицам он понравился я видела что многие уже приобрели многие объявили что будут начать вот в декабре начинают сейчас поэтому мне будет интересно смотреть и то что будут говорить другие вышивальщицы и так из того что я сказала в видео где я показала этот наборчик раскрыла открывала наборчик хочу кое-что добавить потому что тогда я не заметила сейчас заметила я сказала что нету номеров и не так оказывается номеров не так есть они вот здесь то есть лети стич дает номер ниток то что я считаю что супер круто потому что не знаю может быть у вас есть какие-то остатки вы хотите вышивать по второму разу или это круто вообще-то это круто для меня почему круто потому что у меня уже есть от остатки не так конкор от наборов лука из которых я вышивала я специально для них я как-то показала в одном видео что и специально для них я купила карту цветов анкор чтобы разобрать их потому что нитки хорошего качества и остаток довольно много а так вот если они уже дали номера я просто буду как бы сразу не поставь оставшуюся ниточку на на свой органайзер как для меня это важно потому что эти остатки я буду как бы использовать ее я буду экономить время не разы разыскивая какой этот номер не так вот для себя это это круто что еще хотела добавить сейчас еще и покажу игрушечку и скажу что мне еще показалось потому что знаете я не буду критиковать критиковать можно легко вот создать такую красоту это тяжелее поэтому как бы я очень рада что такой набор вышел мне очень нравится это что я бы хотела чтобы было по-другому я буду это говорить не знаю если лети стич смотрит видео вышивальщиц смотрит их выводы но все равно как бы я бы сказала я скажу что я думаю потому что для меня как вышивальщица это это важно так вот хотела сказать про схему схема окей я сказала что она цветная как у цвет на цвета символьная как у риолис она окей они работаются легко единственное что знаете вот на схеме сейчас покажу тоже кусочек схема большая то есть вот например на таком листе и есть четыре игрушки два снизу два вверх чтобы что мне понравилось бы как вышивальщица чтобы для каждой игрушки была отдельная схема так потому что так легче считать и квадратики на котором расположу расположена каждая игрушка потому что вы же выживайте не весь и вышивайте игрушечкой важно как начинаете что правильно расположить я например вышиваю эти мелхилл неважно все на пластиковый как бы нам перфорированной бумаги часто пластиковый комбе и вышиваю снизу вверх вот для меня это так я не вышиваю с центра почему-то для меня этот метод не срабатывает я могу считать как нужно поэтому для меня это легко поэтому было бы легче наверное для вышивальщиц если у каждой игрушки была своя маленькая схема это не принципиально это просто так по ней мои выводы знаете что еще а еще я сказала что она цвета символьные так вот бывает так что например у меня с первой игрушкой было так что цвет темно-зеленый и внутри цвет одинаковый темно-зеленый и внутри эти значки они разные и из-за того что знак был из-за того что цвет этот был слишком темно-зеленый было довольно трудно различить какой там внутри значок то есть мне нужно было очень хороший очень хорошая лампа очень хороший цвет и прямо там знаете прямо с лупой там смотрела чтобы чтобы увидеть то есть это займет время как будто было бы хорошо эти цвета немножко как будто на цветов все-таки разрабатывать потому что с некоторыми тяжело и все-таки вот если говорить про бэкстич я жаловалась в прошлом на лукавес что бывает так что линии бэкстича такие жирные что невозможно смотреть и значок который там так вот здесь например если был этот темный зеленый цвет он был для двух значков была жирная линия как бы уже интуитивно я там какой зеленый будет вот что-то в этом роде и все мне кажется да давайте пока покажу игрушечку тогда вот у меня вышелся такой сантик до санта был первым я извиняюсь за за свет но у нас темно лучше не обещают просто весьма у нас такая дождливая и мрачная всегда так вот это сантик я вышел а сантика и он мне безумно безумно нравится вот разработка супер-супер красивая классная ничем но абсолютно ничем не хуже димен шанса вот не побоюсь сказать это очень красиво да кропотливо до вышивается так знаете не могу сказать что вот прям сделать два крестика и все но очень красиво прям очень красивые детальки все 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 что я хотела сказать вот игрушечку и уже из этот ки ключ говорится здесь потому что и здесь тоже как бы есть информация и так что здесь нужно делать здесь нужно вышивать все что нитками мулине в три нитки вышиваются вышивается то что в металлике где у нас этот металлик вот он извиняюсь но я у меня так такой органайзере работаю прямо с палетками вот этот металлик нужно разделить на два потому что написано вышивать в пять нет в пять ниточек опять ниточек получается что вот этого металлизированного это эту металлизированную нить нужно делить пополам вот как-то так и здесь вот есть еще это так вот во первых работать с этой металлизированной с этой металлизированной ниточкой это это что-то с чем-то то есть она пушится она крошится она вообще с ней очень-очень трудно работать но но знаете если менять например да я работала с этот rainbow галлери она очень хорошая вот если сравнить с rainbow галлери да намного лучше rainbow галлери его вы можете менять как бы на свой золотой металлик без проблем но знаете этот rainbow галлери и стоит в три или в три с чем-то раза дороже чем чем эта нитка то есть это нет concord потому что дмс которая тоже такая золотая также не не очень хорошая потому что я работала из дмс просто они такие и вышивая вот с этими ниточками я пришла к выводу что есть два два решения либо вы смиритесь смиритесь и будете работать с этим металликом либо вы будете добавить свой как бы rainbow галлери свой крайник и так далее потому что rainbow галлери у меня есть эти цвета если я не ошибаюсь есть все я даже не пыталась как бы вытащить rainbow галлери все-таки сказала себе что я буду вышивать с этими нитками наверное буду работать с этими из комплекта потому что мне после этого я буду их выкидывать я не буду использовать брать из своего rainbow галлери который для других процессов и использовать здесь мне жалко только в случае если я не буду терпеть этого то я буду менять а так я буду использовать вот этот металлик из из комплекта то есть я не буду менять пока что да не легко не интересно но я не буду менять вот еще один очень важный момент вышивать в три нитки то что как бы ниточками мулине вышивать в три ниточки я сказал что я начинаю с низу вверх я начала вот по башмачки вышивать в три нитки это очень-очень трудно вышивать с иголочкой это 26 иголочка двадцать шестого номера было там вот вышивать 100 иголочки в три нитки было очень трудно я исколола пальцы меня очень болели пальцы короче я терпела только башмачки я терпела башмачки я больше не могла так вышивать дальше я решила что дальше вот его штаны и шубка и так далее я буду вышивать в две нитки и вот смотрите только башмачки вышиты в три нити остальное как бы остальная часть игрушечки она вышита в две нитки да она почему в три нити как бы они советуют вышивать потому что пластиковая комба она не transparent transparent через который видно и наверное поэтому чтобы не было видно потому что здесь где в две нитки я бы не сказала что прям очень густо но не некрити не нравится не критично мне нравится и работает быстро вот в две нитки работается в удовольствии и в удовольствии и быстро поэтому следующие игрушки те которые остались я решила что я буду вышивать в две нити все потому что в три нити не очень трудно меня будут болят пальцы и мне не нравится качество крестиков в две нити меня устраивает все ну прям все поэтому вот я решила что я буду вышивать в две нити я буду использовать металли который здесь есть и да мне кажется здесь есть ошибка я не знаю точно но вот все как бы крестики ниткой мулине вышивается в три нити только есть здесь один значок это красный цвет и здесь и сердечко так вот написано что это тоже нужно вышивать в пять нитей поверьте мне вышивать мулина 5 не 5 нити здесь это mission impossible я не знаю и либо это ошибка и знаете этот красный цвет получается что он здесь где-то может быть нужно вышивать пять нитей чтобы создался эффект 3d может быть как бы это не ошибкой может быть здесь как бы подразумевается эффект 3d но поверьте и и в 3 нити мне было трудно вышивать а в 5 я даже не даже не и не попробовала так что я не вышила 5 нити и еще здесь есть куча куча бэкстич а здесь есть вот фрузики здесь санты есть в мешке в медвежонок у него есть и глазки там есть маленькие фрузики я сделала и здесь есть бисер вот красный бисер здесь и золотой бисер здесь так вот без бисером меня тоже есть некоторые вот бисер такой да в комплекте он получается этот золотой он не знаю и мне хотелось другого золотого поэтому я поменял она вот такой мелхел у меня он уже был и красный я тоже поменяла на более такой праздничный красный вот такой я поменяла они у меня этот был остаток из какого-то набора мелхел то есть я не покупала этот у меня был куплен для какого-то проекта то есть этого я помню что купила так вот я поменяла бисер это не принципиально бисера немного но для меня это был такой знаете бзик я уже все за все закончила сделала бэк сделала эти фрузики когда дошло дело до бисера почему-то у меня был такой без их меня менять бисер но это как совсем не принципиально и вот первая игрушечка готова очень нравится прям очень очень нравится постараюсь до до окончания года вышивать еще одну больше не обещаю но постараюсь посмотрю как будет время и так далее конечно идеала идеально было бы вышивать за эти праздники все игрушечки но у меня есть и другие проекты так вот сказала уже что работаю прямо с этими органайзерами почему потому что я не знаю сколько игрушек я буду вышивать в этом году и сколько игрушек будут перенесены на другой год поэтому я вышиваю прямо вот с этих палеток все жду и других отзывов как бы про эти игрушки потому что прям очень очень интересно но опять скажу что набор классный разработка супер классная так что ждем следующую игрушку это было все что я хотела показать вам в этом видео надеюсь вам было интересно не забудьте ставить лайк подписываться если еще не подписан потому что будут еще интересные видео на моем канале так что увидимся в моих следующих видео до тех пор пока пока